Вдание краевого главка МВД прошло расширенное заседание коллегии. Говорили о результатах работы за 2019, а также определили задачи на 2020 год. Лучшим сотрудникам управления вручили краевые и ведомственные награды. На коллегии присутствовал и губернатор Владимир Владимиров. Он поблагодарил полицейских за работу и отметил, что благодаря им почти 18 тысяч мероприятий федерального и регионального уровня за прошлый год прошли без происшествий. В 2020 году Старополь отремонтирует еще 7 километров трассы, сообщает региональный Миндор. Обновить планируют дороги на 8 улицах. Работы пройдут на 45-й параллели, Доваторцев, Тухачевского, Победы, Железнодорожная, Лопатина, на проспекте Кулакова и переулки Сальска. Министерстве рассказали, что на ремонт направят 312 миллионов рублей. Дорожники также обновят тротуары, установят новые знаки и нанесут разметку. Ставропольские поисковики помогли родным узнать о судьбе красноармейца Алексея Вегера. Он ушел на фронт в сентябре 1941 года, а уже через несколько месяцев пропал без вести в районе Керча. В региональное отделение поискового движения России обратилась жительница Светлограда. Проект «Судьба солдата» помог узнать ей о фронтовом пути своего деда. Поисковики выяснили, что Алексей Яковлевич сражался на Советско-Германском фронте. 15 мая 1942 года в городе Керчь попал в плен. Алексей Вегера погиб в лагере военной плены 22 октября 1942 года. Похоронен в братской могиле на территории города Хюрт. В Ставрополе в 2020 году расцветут около 150 тысяч тюльпанов, 100 тысяч незабудок, маргариток и 35 тысяч виол. Юбилей победы краевой центр встретит нарядным и цветущим. Городской администрации уже подготовили план озеленения. Напомним, что в 2019 в Ставрополе уже высадили более 13 тысяч новых деревьев. В Железноводске установили умные приборы учета минеральной воды. Датчики теперь есть в бюветах Славяновский, Смирновский, Лермонтовский, Западный, а также в бювете книги. Анализ информации показал, что потребление минеральной воды увеличивается в выходные дни. А это значит, Железноводск выбирает для отдыха не только на длительное время, но также там развитый туризм выходного дня.